Всем привет! С вами Йети. Это, как вы могли догадаться, мой отчет об отмене никотина. На данный момент я не курю один месяц и два дня и не собираюсь возвращаться к потреблению никотина в каком бы то ни было виде. Так вот, я бы хотел сейчас дать краткий отчет по своим ощущениям, изменениям, насколько сильна тяга к потреблению никотина. А затем я бы хотел дать вам мысли, скажем так, умозаключения, которые позволят вам отказаться от никотина. То есть мой личный способ бросить курить, который я собрал из разных отдельных источников, проанализировав всю информацию. И он, естественно, заключается в психологической работе над собой. То есть, скажем так, это механизмы, на которые стоит надавить вашей психике для того, чтобы вы могли отказаться от никотина. Я эту тему разберу в середине видео. Давайте сначала начнем с моих изменений, которые я претерпел за данный один месяц. Первый момент, это, конечно же, я опишу неприятные ощущения. Ну, скажем так, некоторая форма зависимости есть даже на физическом уровне. То есть, не только на психологическом. Но я бы сказал, что степень физической зависимости крайне преувеличена. То есть, раздуты в маркетинговых целях. На самом деле, такой ломки, как от героиновой зависимости, вы не испытаете уж точно. Вам не будет казаться, что с вас сдирают кожу заживо, вас варят в кипятке и так далее. Не будет таких ощущений после отмены никотина. Поэтому бросить несложно. Это буквально небольшой дискомфорт. То есть, например, как ходить в одежде, которая вам некомфортна к телу. Допустим, ходить не в хлопковой, а в какой-то синтетической некоторое время. Ну, вот примерно такой дискомфорт это доставляет. Крайне слабый, я бы сказал. И следующий момент, который касается того, что организм долго перестраивается. И вот это самое сложное в попытках бросить курить, на самом деле. Первое, что многим может не понравиться, это нарушение терморегуляции. То есть, вам постоянно то холодно, то жарко. На улицу вы ходите, вам холоднее, чем всем. В помещении вам жарче, чем всем. Вы начинаете потеть, постоянная потливость. Данное явление связано с тем, что никотин ускорял затраты энергии, переводил их в терморегуляцию. Ну, то есть, по крайней мере, термогенез постоянно стимулировал. Так как мы прекрасно знаем, что при потреблении никотина у нас повышенная скорость обмена веществ. То есть, действительно, организм очень резко не может переключиться и научиться снова расходовать энергию эффективно. Вот с этим связаны некоторые побочные эффекты. Такие, как нарушение терморегуляции, например. И второй негативный эффект, это увеличение аппетита. И, на самом деле, я могу сказать, что я набрал вес очень приличную часть. То есть, за 4 недели я набрал где-то 3,5 килограмма. Но могу сказать, что, скорее всего, это не жир, скорее всего, там больше воды. Потому что в зале, допустим, потренировавшись, я выгляжу совершенно по-другому, не как в холодном состоянии. Вот так я выгляжу на данный момент. Моя масса где-то в районе 97 килограмм. Иногда я дохожу даже до 98. Могу сказать, что во мне задерживается большое количество воды. Не могу связать это пока с чем-либо. То есть, может быть, это повышение женских гормонов. Например, эстрадиол при отмене никотина может повышаться. Вполне может. Поэтому я скоро сдам анализы и посмотрю, что изменилось в этом плане. Не знаю, может быть, через неделю или через 2 недели. Потому что эстрадиол вполне мог подняться. Создавая тем самым синергетический эффект к пролактину. Который у меня и так почему-то зашкаливает. Пока я не выяснил причину. Но без кабергалина жить крайне сложно. Приходится постоянно пить для того, чтобы держать пролактин в норме. Так вот, эстрадиол повышенный, скорее всего, может усилить данное состояние. Из-за этого во мне сдерживается большое количество воды. Хотя не могу сказать на 100% что это так. Часть воды, естественно, будет присуща тому, что у меня усилился аппетит. Я ем много углеводов. Разных, в том числе, вредных продуктов периодически. Общее потребление питательных веществ выросло. И, соответственно, за счет этого я набрал те самые 3 килограмма. Что могу сказать по поводу ощущений состояния здоровья. То здесь мне кажется, что я восстанавливаюсь быстрее. Хотя это все-таки такая субъективная вещь. Можно очень сильно впечатлиться чем-то. И как плацебо действительно будет казаться, что ты хорошо восстанавливаешься. Или наоборот будет казаться, что ты плохо восстанавливаешься. Поэтому эта вещь субъективная, она никак не проверяется. Но вот выросшая масса тела, она легко проверяется на весах, по крайней мере. Массу я действительно набрал. Дальше постараюсь, конечно же, скинуть. Что касается экономии бюджета. То это тоже такой довольно положительный бонус. Потому что вот последнее время я курил Айкос. И там стики, они очень дорогие. Ну, в сравнении даже с сигаретами, с любыми. То есть 150 рублей, 140-150 рублей. Примерно такая цена за пачку стиков. И у меня уходила 1-1,5 пачки. То есть примерно в месяц как минимум 4,5 тысячи рублей экономится. И это очень приятно, я хочу вам сказать. Всего лишь от отказа от яда, который отравляет твою жизнь, получать за это деньги. Это же хороший бонус. Экономия в 4,5 тысячи рублей. На что угодно можно потратить. Можно за эти деньги взять самый лучший абонемент в тренажерный зал в вашем городе. Ну, скорее всего. Я не знаю, конечно, расценок вашего города. Но вероятно, что примерно такие цены в лучших залах. Что касается когнитивных функций. Я говорил, что вот в период отмены я действительно не мог практически думать. То есть не связывалась речь, не связывались мысли в голове и так далее. Это происходило примерно первую неделю, первые две недели особо ярко. Через три недели это практически свелось на нет. Сейчас я не сказал бы, что имеются значительные отличия между тем, как я мыслю, когда я курю и когда я не курю. Могу сказать, что сейчас все более-менее с моими мыслями стабилизировалось, с моим мышлением. И поэтому я думаю, что это опять же временный эффект. И организм может спокойно отвыкнуть от потребления никотина, перестроиться и думать без него. А никотин все, что делает на самом деле, это доказанный опять же эффект. Он оттупляет вас, когда вы от него отказываетесь. То есть он не делает вас умнее. Он на самом деле делает вас глупее просто в состоянии без него. В этом огромная разница. Поэтому вам кажется, что когда вы покурите, вы становитесь умнее. На самом деле вы просто глупее в оставшееся время, когда вы не потребляете никотин. Но вы не умнее при потреблении никотина. Это часто становится дополнительным поводом не бросать курить для многих курильщиков. Потому что якобы страдают когнитивные способности. Они страдают в первый месяц, может быть. Поэтому выберите период жизни, когда у вас не будет стрессов. Хотя, наверное, опять же я лишнее говорю. Потому что многие скажут, что у меня постоянные стрессы, поэтому я не буду бросать курить. В общем, останавливаться не стоит. Подберите ситуацию, в которой вы сможете это сделать. В которой вам никто не будет мешать. Но не стоит затягивать и откладывать на потом. Потому что попытки бросить с нового года, или через месяц, или через два месяца, или через неделю, они всегда заканчиваются одинаково. Они заканчиваются возвратом к отреявлению никотина. Поэтому не ищите выгодные условия. Чаще всего в жизни их не появляется. Единственное, что я могу заметить, никаких выгодных условий не появляется. Поэтому, какие бы ни были условия, бросайте курить. В этом есть огромное количество плюсов, по крайней мере, для вас. Мозг действительно первое время будет страдать по своим функциям, но потом он приспособится. И всё вернётся на круги своя. У меня ушло на это примерно 3-4 недели. У кого-то уйдёт на это 2 или 3 месяца. В зависимости от того, сколько по времени вы употребляли никотин. Какой у вас стаж? Если вы употребляли никотин очень долго, то, возможно, вам понадобится восстанавливать данную функцию дольше. Что касается самой тяги, дискомфорта, как я сказал, вызванного тем, что вы не употребляете на данный момент никотин. То есть, никотиновой зависимостью. То она у меня лично прошла через 8 дней. То есть, стаж курения у меня на тот момент был 3 года. И он относительно небольшой. Я прекрасно понимаю, что у кого-то может и на дольше затянуться. Но у меня фактическая зависимость, когда я вспоминал про сигареты или про никотин в том или ином виде. Это был период времени в 8 дней. После этого я не вспоминал вообще. Я не помнил о том, что курю я или не курю. Я просто жил своей обычной жизнью. И не задумывался об этом вопросе. Что касается уровня комфорта в целом. То мне кажется, в жизни легче не курить, чем курить. Потому что вам не нужно заморачиваться над такими вещами, как бежать покупать где-то сигареты. Вы тратите меньше времени своего свободного. Потому что, когда вы курите сигарету, на одну сигарету уходит примерно 3-4 минуты. Соответственно, вы выкуриваете пачку сигарет в день. Это лишний час, просто потраченный в никуда. За это время вы могли бы прочитать несколько страниц книжки. Я не знаю, там узнать какую-то интересующую вас информацию. Сходить в тренажерный зал, провести легкую тренировку. Не знаю, чем угодно заняться чем-то полезным. Прогуляться по улице элементарно. Улучшая тем самым свое здоровье. Потратив час на кардио. Но вы этот час курите. Соответственно, вы тратите и свое здоровье, и теряете при этом время. То есть, 1 час каждый день. Если посчитать, сколько это за год. То это, я так понимаю, 365 часов. Потраченных в никуда абсолютно. А время это самый важный ресурс для нас. По сути, оно не возвращается. Это единственное, что нельзя вернуть. Поэтому вы постоянно тратите свое время в никуда. Да, многие скажут, что это ускоряет работу мозга. Это улучшает вашу продуктивность. Но, как я уже сказал, это улучшает вашу продуктивность после потребления никотина. Только за счет того, что у вас имеется к нему привязанность. И вы в оставшееся время имеете сниженную работоспособность и продуктивность. Вот в этом отличие. А не в том, что он действительно может работать как допинг, улучшая ваши результаты. Скорее всего, он снижает ваши результаты просто в отсутствии потребления никотина. Теперь давайте поговорим о том, как бросить курить. Я думаю, понятно, что первым пунктом станет осознание того, что вам это не нужно. И осознать, конечно же, хорошо бы не на своей шкуре. Просто увидеть, какое количество онкологии возникает и прочего. Почитать исследования, посмотреть на пачках сигарет то, что печатают. Но, к сожалению, это очень слабо работает. Конечно же, лучше работает реальный ущерб, который вы можете получить от сигарет. Поэтому люди, которые, например, заболели каким-то заболеванием, связанным с легкими. Из-за того, что они курили. Они могут прочувствовать данную ситуацию на себе. Уже почувствовать реальный вред никотина. Или люди, которые перекурят. Очень много сигарет выкурят и при этом траванутся. Не знаю, где-нибудь в курилке ночного клуба подержать людей сутки. И таким образом в них настолько скопится никотин, что они будут вливать несколько дней подряд. И, соответственно, за счет этого они почувствуют реальный вред от потребления никотина. Вот это стимулирует людей очень сильно, как правило. Очень хорошо. Потому что люди чувствуют на себе. Когда людям о чем-то рассказываешь, это на слух очень плохо, к сожалению, воспринимается. Поэтому почувствовать на себе реальный вред, это, конечно же, эффективнее. Но я думаю, что это нисколько не полезно для вашего здоровья. Поэтому никому не рекомендую. Постарайтесь просто уловить, какое количество заболеваний происходит от потребления никотина. И сигарет в том числе. То есть тех ядов, которые содержатся и так далее. Переварите хорошенько данную информацию. Это количество минусов, которые могут заставить вас бросить курить. Для мужиков может быть полезно узнать о том, что от этого страдает ваша потенция. В любом случае, в конечном итоге. Может быть не сразу, но постепенно у вас уменьшается способность к кровенаполнению. Потому что сжимаются постоянно капилляры. Соответственно, за счет этого вы в какой-то момент времени можете стать импотентом. Такая ситуация может наблюдаться. У некоторых людей с этим связано преждевременное семяизвержение тоже. И я акцентирую на этом ваше внимание. Потому что для мужиков этот фактор, он все-таки очень важный. И немногие хотят довести себя до такого состояния. Ну, по крайней мере, для большинства людей это некая мотивация в любом случае. Очень сильная. И поэтому страдать в половой жизни из-за того, что вы курите, ну, никто, я думаю, не захочет. Другие неприятные последствия, типа болезни сердца всевозможных, которые развиваются на фоне потребления никотина. Переварите эту информацию хорошенько. И поймите, что данная ситуация в любом случае может вас когда-то коснуться. То есть, не думайте, что вас пронесет и вы один, скажем так, ничем не заболеете со стопроцентной вероятностью. Потому что многие люди, которые в какой-то момент времени получили онкологию, они, естественно, не рассчитывали, что с ними такое произойдет. Ну, ладно, я думаю, не стоит вам это объяснять. Взрослые люди прекрасно понимаете. Так, я думаю, выяснили, что минусов огромное множество. Я их уже перечислял. Что касается плюсов, то нужно уяснить, что плюсов на самом деле нет. Даже вот такой механизм, как ускорение обмена веществ и потери лишнего веса, на который я постоянно ориентировался. Мне нравилось то, что я постоянно сухой. Я меньше хочу есть. Поэтому мне гораздо легче поддерживать форму на постоянной основе при потреблении никотина. Данный пункт можно опровергнуть тем фактом, что у большинства курильщиков проблемы с накоплением висцерального жира. То есть, постепенно человек, ну, может быть, у него ускоренный обмен веществ на какой-то период времени. В конечном итоге, ближе к старости, с увеличением стажа, это приводит к накоплению висцерального жира. То есть, жира, который располагается на внутренних органах, и из-за этого у вас будет вываливаться живот вперед. То есть, вы будете не лучше на постоянной основе, а наоборот, хуже. Соответственно, это заставляет жир откладываться на внутренних органах из-за повышенной концентрации кортизола на постоянной основе. Поэтому, скорее всего, это негативный фактор. И ваше пищевое поведение лучше приспособится к условиям, когда вы не будете курить, в принципе. То есть, это нерационально. Потому что, таким образом, вы заставляете свой жир откладываться не на поверхности, не под кожей, а на внутренних органах. Что гораздо вреднее, в принципе. И поэтому, вот этот внешний эффект того, что вы можете легче поддерживать сухую форму, он нивелируется тем фактом, что вы вредите своему состоянию здоровья. В конечном итоге, вы эстетично выглядеть от этого не будете. Поэтому, сразу хочу сказать, что нет, это вам не помогает. Вы легко сможете, в принципе, свое пищевое поведение улучшить без применения никотина. Вы получаете от него много негативных эффектов, в том числе. Ну, например, у вас нет возможности покурить. Вы в любом случае тянетесь к сладкому или каким-то другим продуктам. А когда вы бросите полностью, ваше пищевое поведение стабилизируется. И опять же, в условиях отсутствия никотина, вы не будете срываться на вредную пищу. Все очень просто. Ну да, это будет, скажем так, не совсем скоро. Может быть, первые три месяца вам придется поднабрать массу. Может быть, четыре месяца, может быть, шесть. Но в конечном итоге вы сможете вернуть ту форму, которая у вас была при потреблении никотина. Я могу это доказать. Просто оставайтесь на моем канале и следите за изменениями. Потом я выложу. Я уверен, что у меня удастся просушиться. Надолго на этом не будем останавливаться. Я думаю, вы уяснили, что у этого нет плюсов. Есть много минусов, но нет плюсов. И поэтому все попытки вашего мозга обмануть вас и найти какие-то положительные эффекты в потреблении никотина, они ошибочны. То есть, с самого начала нужно в этом разобраться. Что нет положительных эффектов в употреблении никотина. Потому что никотин, даже сам по себе, он является ядом. И поэтому искать безопасный способ потребления никотина. Например, думать о том, чтобы купить вейп или пластырь, или чтобы купить, не знаю, там, айкос, что угодно. Какое-либо другое устройство для потребления никотина абсолютно бессмысленно. Потому что сам по себе никотин тоже является ядом. И нет смысла искать безопасного способа потребления яда. Ну, например, давайте поищем способ потребления уксуса. Когда у вас не в желудке дырка появится, а только в пищеводе, например. То есть, может быть, есть такой безопасный способ потребления уксуса. Может быть, в капсуле его проглатывать, чтобы прожгло только кишечник, но не прожгло при этом сам желудок. Мне кажется, это какая-то сомнительная идея. Потреблять никотин безопасным способом это абсолютный идиотизм. Поэтому все подобные устройства, они привозят к тому, что создают вам, опять же, иллюзию того, что бросать на самом деле не нужно. Но я бы хотел сказать, что бросать все-таки нужно, потому что в этом не имеется никаких плюсов. Все очень просто. Когда есть что-то, что можно противопоставить большому количеству минусов, то стоит задумываться. А когда у потребления никотина имеются только лишь минусы, задумываться не о чем. Потому что плюсов нет. Чем вы пытаетесь зацепиться за потребление этого самого никотина, кроме того, что он вызывает у вас зависимость, заставляя думать, что он вам необходим. Поэтому как только вы ловите себя на той мысли, что вам кажется, что было бы сейчас хорошо покурить, или что без никотина вы не такой веселый, вы не такой коммуникабельный и так далее, то это лишь попытки мозга вернуться к потреблению никотина, который является наркотиком для вашего мозга. Поэтому он и ищет способы оправдать его потребление. Не верьте и не ведитесь, потому что в этом только минусы, в этом нет плюсов. Нельзя откладывать надолго попытки бросить курить, потому что начать через месяц, через два месяца и так далее, скорее всего, не получится. Всегда будут какие-то причины вас останавливать. Поэтому бросать лучше со следующего дня. Вот сейчас вы посмотрели, сейчас у вас есть мотивация, завтра вы бросаете. Почему? Просто по той причине, что чем больше вы сделаете попыток, тем больше вероятность того, что вы бросите. Как правило, среднестатистическому курильщику требуется более 15 попыток, чтобы бросить курить. То есть люди постоянно возвращаются и в конечном итоге бросают навсегда. Поэтому количество попыток определяет возможность вашу бросить курить. Для кого-то данная попытка будет последней, вы бросите курить. Кто-то вернется к потреблению никотина, потом снова начнет бросать. Но в конечном итоге всегда выгодно попытаться прямо сейчас. Поэтому начинайте с завтрашнего дня и желательно начать это с утра. То есть с самого утра не курить. Гораздо легче перестроить свой мозг с нового дня. Потому что как бы сознание обновляется и так далее. Я замечал, что от каких-либо привычек легче отказываться именно с самого утра. Итак, как перестроить свой мозг в конечном итоге? Сейчас поговорим об этом. Коротко. Первое, что нужно сделать, это убрать все раздражители и все маркеры. Ну скажем так, не маркеры, а якоря, напоминающие вам о том, что вы курили или курите. То есть, например, если у вас везде разбросаны зажигалки, сигареты лежат, пачками устройства для потребления никотина, то их нужно спрятать. Спрятать, чтобы они вас не раздражали. На балкон путь забыть, если вы выходили на балкон. Убрать там куртку с видного места. Не знаю, если понадобится написать на бумажке, что вы не курите и приклеить на балконную дверь. Потому что это все-таки привычка, и вы по инерции можете дойти до балкона, закурить, а потом понять, блин, я же пытался бросить. Вот чтобы такого не было, убирайте все раздражители. Еще что стоит дополнить. Некоторые исследования показывают, что люди возвращаются к потреблению никотина по большинству опросников из-за своего окружения. Поэтому временно предлагаю вам не находиться в окружении курильщиков. По крайней мере, не выходить с ними на балкон и не курить. Если вы в себе сомневаетесь. Вы не должны видеть, что кто-то курит. И нужно исключить из головы все положительные образы, связанные с потреблением никотина. Как это делается? В фильмах, как правило, с помощью маркетинга раздувается позиция о том, что успешный человек из-за своих стрессов сидит и курит. Потребляет никотин для того, чтобы расслабиться, расслабить свой мозг. В своей голове вы должны создать другие стереотипы и ассоциации, связанные с потреблением никотина низшими слоями. Не высшими, а именно низшими. Не успешных людей, которые курят, чтобы расслабиться. А именно образы бомжей, алкоголиков, наркоманов, которые курят и не видят ни в чем никакого смысла. То есть они ничем не занимаются. Они просто курят, прокуриваются, у них гниют зубы, выпадают, чернеют и так далее. Вот с этим вы должны ассоциировать потребление никотина. Исключите все положительные образы персонажей из своей головы и вложите в свою голову только негативные образы. То есть только связанные с такими вот вещами, которые вам омерзительны, например. И таким образом вы не потянетесь в сторону потребления никотина. Например, я очень часто проводил вот такие, скажем, психологические трюки в своей голове для того, чтобы отказаться от каких-либо вредных привычек. И это всегда срабатывает. Необходимо просто вызвать свое отвращение каким-либо вещам. На мой взгляд это работает. Ну опять же, на уровне психологии. Чаще всего вы не должны видеть ничего хорошего в потреблении никотина. Для того, чтобы от него в конечном итоге отказаться. И только потом, когда вы от него откажетесь, когда вы уже бросите, вы можете относиться ко всему этому абсолютно ровно и абсолютно спокойно. Как сейчас я отношусь к любому фастфуду, к любой вредной еде и так далее. Но когда я хотел бросить, именно диетить, я не мог. Я не перевариваю во время сушки какие-то жирные продукты, которые мне противопоказаны в данный момент времени. Мне они не нравятся. Они вызывают у меня отвращение. Я не люблю их. Я не люблю сладкое и так далее. Когда я хочу просушиться, но когда я набираю массу, например, я наоборот могу внушить себе, что очень хорошо употреблять большое количество углеводов, сложных в том числе. То есть это очень хорошо, это пойдет на массу и так далее. Все зависит от прошивки, все зависит от восприятия вас, конкретной ситуации. Вот хотите бросить, представьте, что никотин это какая-то очень омерзительная вещь. И все курильщики такие же. Следующее, что я могу вам сказать, очень важное это завести новую привычку. Почему? Потому что когда у вас имеется одна привычка, невозможно ее выкинуть из своей жизни и забыть. Ну нельзя не думать про розового слона. Не получается. Нужно думать о чем-то другом, чтобы не думать про какой-то конкретный объект. И то же самое с привычкой. Когда у вас имеется одна привычка, она занимает у вас тем более такое продолжительное время в рамках дня, целый час как минимум у большинства курильщиков. То вам сложно в этот час, как правило, сидеть и просто смотреть в стену. Куда деть время? Ну вот у вас каждый час стабильно мозг активируется к тому, чтобы совершить какое-то действие. Как правило это встать, пойти закурить сигарету. Там на 3 минуты отойти. Вот в эти 3 минуты вам нужно заниматься чем-то другим. Чтобы мозг сделал эту подмену самостоятельно. То есть найти новую привычку. Например у меня сейчас стоят шахматы на телефоне. Я просто открываю шахматы и играю в них. Все очень просто. Вот именно в этот период времени, когда я должен как-то отвлечься от работы. Что мне помогали делать различные устройства для потребления никотина. Сейчас я просто открываю шахматы и играю. Не знаю у кого-то это может быть пойти выпить стакан воды. У кого-то это делать кардио. Ну там не знаю пройтись просто элементарно. Выйти на балкон подышать. Но не советую. Все-таки это будет давать напоминание в употреблении никотина. Но какие-то другие привычки вам очень сильно в этом плане помогут. Не знаю там дартс повесить и кидать дротики. В этот период времени. Тоже такая хорошая штука. Просто нужно найти какую-то новую привычку. И внедрить ее в свою жизнь. Для того чтобы забыть старую. Потому что мозгу так гораздо комфортнее. Одна привычка должна сменяться на другую. Ну как правило поэтому у нас никотин сменяется на потребление пищи. Но потребление пищи мне кажется не многим понравится. Можно конечно взять самые низкокалорийные продукты. Которые не очень вредят пищеварению и так далее. И есть их в больших количествах. Как только вы не знаю там захотите закурить. Пойти и поесть этот продукт. Да действительно тоже перебивает. Поэтому большинство людей все-таки набирают. Но как правило нужно найти еще и другую привычку. Которая не будет связана с набором лишнего веса. Потому что в этом тоже нет ничего хорошего. Но все-таки я вам хочу сказать так. Диетить в этом состоянии крайне не рекомендуется. Потому что вы можете не переварить просто этот стресс. То есть нужно бороться с чем-то одним. Либо вы боретесь со своей тягой к потреблению никотина. Либо вы боретесь со своей тягой к потреблению сладкого. Нужно что-то выбрать. Бороться совсем одновременно это сложно. Это сложнее. Поэтому может не увенчаться удачей. Ваша попытка бросить курить. Когда вы еще и хотите и диетить. И сушиться. И прибавлять силовых. И работать хорошо. И так далее. Нельзя сразу разорваться в несколько сторон. Выбирайте что-то одно, что для вас приоритетнее. Следующий момент очень важный. Нужно забыть, что вы когда-либо вообще курили. То есть нужно думать именно о том времени, когда вы не курили вообще. От слова вообще никогда. Да, я понимаю, что сейчас многие люди начинают курить с 10, с 12, с 15 лет. И соответственно сложно будет представить то время, когда вы не курили. Потому что чем вы тогда занимались-то? Вы детьми были. И да, сложно переместиться в ту реальность. Особенно сложно вспомнить, что было 20 или 30 лет назад. Если у вас такой стаж курения. Но все-таки можно попытаться воссоздать реальность в своей голове, в которой вы никогда не курили. Я думаю, это очень легко делается. Люди с психическими отклонениями спокойно создают в своей голове несколько личностей. И таким образом живут. И люди с шизофренией, например, убеждают себя в том, что они совершенно другие люди. Не знаю, из 18 века. Из какой-нибудь известной семьи, например. Они очень легко внедряют в свою голову вот эту мысль. Вам нужно сделать примерно то же самое. Только вам не нужно изображать из себя мушкетера или какого-то другого персонажа, который вам непонятен. Вам нужно представить такого же себя, только с отсутствием данной привычки. Чем бы вы занимались, как бы вы жили и так далее. Таким образом вы сможете забыть о том, что вы курили. Потому что вы создаете реальность в своей голове, в которой вы не курите. Вы дышите всегда свежим воздухом и так далее. Либо пытаетесь вспомнить это состояние, если оно было не так давно. Например, вам было там 20 лет, 25 лет, а сейчас вам всего лишь 30. Если у вас небольшой стаж, то это время вспомнить, как правило, очень легко. Но если стаж большой и курили вы с самого раннего детства, то все-таки будет сложно. Попытайтесь хотя бы создать эту альтернативную реальность в своей голове и ее придерживаться. Человек может себя убедить в чем угодно на самом деле. То есть, ну это такой психологический трюк. Любой человек может убедить себя в том, что с ним происходила какая-то конкретная ситуация, которой с ним не было. И он легко в это поверит и даже на детекторе он не будет палиться, когда ему будут задавать какой-то конкретный вопрос. Поэтому убедить себя в том, что вы не курили, тоже в принципе получится у определенного процента людей. Постарайтесь это сделать. Возможно вам подойдет именно данный способ. И последнее, что вам нужно запомнить, это как я уже говорил, то что на самом деле физическая зависимость она очень маленькая. И огромную часть составляет именно психологическая зависимость. То есть, то о чем мы в принципе говорили. Попытка бросить курить, это работа с психологией, а не с конкретными какими-то инструментами. Не знаю, купить пластырь, еще что-то сделать, купить какой-то другой препарат, который замещает никотин. На мой взгляд, это может работать, но не более чем как плацебо. А в некоторых случаях это наоборот не дает возможности вам бросить курить. Потому что вы постоянно об этом думаете. И соответственно, вам всего лишь нужно отказаться от этой психологической составляющей. Проделать те трюки, о которых я сказал в данном видео. И физиологическая тяга, которая у вас возникнет, ну она не более чем например в полном автобусе проехаться стоя, держась за перилы. Ну да, есть небольшой дискомфорт и вам это не нравится скорее всего. Но потерпеть можно. Ну объективно ничего серьезного, ничего страшного такого не происходит с вами. И все завязано на вашем самовнушении. Оно у вас появилось благодаря тому, что все говорят о том, как сложно бросить курить. Что это очень сложно, что нереально это сделать и так далее. Рекламы в которых показывают, рекламы, фильмы в которых показывают, что бросить курить нереально например. Рассказы, которые ходят среди курильщиков. Весь маркетинг настроен на то, что есть зависимость. Это постоянно печатают, это вызывает зависимость, это вызывает зависимость. На самом деле не вызывает, я могу сказать. Фарму бросить сложнее, чем никотин. Ну реально сложнее было. Там по крайней мере действительно много есть весомых таких плюсов, которые я замечал на себе и от них сложно отказаться. Но когда касается никотина, ну легко его бросить, потому что плюсов в нем нет. А минусов огромная куча. Практически нет никакого физического дискомфорта после отмены никотина. Если и есть, то он действительно незначителен. И он возникает несколько раз в день. Ну может быть 2-3 раза вы акцентируетесь на этом. Оставшееся время, как правило, вы чувствуете себя абсолютно обычно. И увлекитесь чем-то, найдите себе новое занятие, если у вас нет работы и так далее. Вы не будете об этом думать. Все прекрасно получится. Поэтому желаю вам успехов. Попытайтесь бросить курить. В принципе на этом все. С вами был Йети. До новых встреч. До новых встреч.